ну и еще здесь чтобы рассказать о том случае когда к нам воры залазили но это было я не запоминаю даты друзья только некоторые иногда так лет десять назад может больше чуть-чуть я был в поездке и мы возвращались ночью домой и возвращались через один город от которого эта ночь была уже мы сильно устали ехать не могли дальше никто за руль не готов был сесть и мы заехали к моему другу он служитель он с нашей местности переехал мы его ночью разбудили и я ему говорю слушай нам ничего не надо не пить не есть вот там спать охота а он какой-то сам не свой я говорю да ты что не рад нам что ли он как-то так помалкивает я опять повторяю нам ничего не надо смутился спать нам ну и все но мы как-то по-свойски можем он говорит ты ничего не знаешь я говорю не знаю разбойники были у вас жена твоя синяя от побоев вооруженные были я не знаю говорит больше ничего это вот было вчера по моему так он сказал ну я помню конечно я уже глаз не сомкнул братья спятая не мог дождаться когда я попаду домой попал домой действительно жену не узнать били прикладом так кулаками но она говорит что думала что убьют еще удар и смерть настолько это серьезно было ну в общем то что они ночью влезли в дом и требовать стали деньги деньги и стали сразу жестко так бить вот в чулках кто-то с ножом кто-то с обрезом но она сказала что перед этим жена меня спрашивала вот где-то на украине было подобное жена меня спросила слушай если вдруг у нас так случится что делать я говорю да отдай все если вдруг ну и вот она она пошла туда где деньги такие ну лежали и вот она их просто не нашла как они там остались они все перерыли разбойники эти но не нашли ничего вот они они там и остались эти деньги как то вот так бог усмотрел а жена говорит что у нас семья большая у нас нет они говорят золото давайте нас большая семья у нас нет золота нет нам нет разницы нам нужно давай сюда ну и вот все это время били и жена говорит я вслух помолилась уже думала все только вот дети как останутся тебя нет перепуганы если будут и помолилась господи помоги и вот они исчезли куда-то а старший сын он еще был с нами тогда и но это больше десяти лет прошло и он услышал что-то не так в доме и понял он не вышел закрылся открыл форточку вылез форточку и побежал рядом немало верующих живут и он побежал там сразу позвонили в полицию ну полиция не приехала и ну и собрались верующие очень быстро кто-то стоял на страже у разбойника вы видать видели это этот выход ну и они исчезли ну что как мы это пережили конечно нелегкое дело но я был очень рад что у жены нет ожесточения в адрес бога как он допустил что это для меня тоже было потрясение немалая дом мой дом это не место покоя на земле покой там здесь отчасти во христе мы имеем но здесь все зыбко все ненадежно почему бог позволил этому быть мы не знаем но приняли с поклоном благодарности он знает но у нас покаялся как раз то второй сын через несколько дней утром он маме сказал и что мам где бог так ожесточенно она говорит или я если б не бог где бы мы были и он замолчал а я когда приехал домой ну я тогда уже испытывал некоторые трудности со сном особенно когда чуть-чуть неровности ну и вот я не мог спать ночью пошел думаю почитаю библию до утра почти просидел и потом думаю надо все же закрыть глаза потому что день все равно наступит выключил свет хотел идти выходит илья в одетый я говорю а ты куда собрался он говорит я не раздевался а почему спать не могу говорит вот этот разбойник в это с ножом один стоял там у них комнате вот не дает покоя и вдруг я хочу покаяться я хочу он исповедался он такой чужой был уже вот по глазам по всему поведению исповедался помолились встали встали с колен родной илья другой человек вот так я не думаю что конечно для того чтобы покаялся сын вот это было нет это божий разговор с нами не знаем какого-то греха за собой чтобы там каяться грехов много но вот такого конкретного но приняли это так с благодарностью слава богу конечно страшновато такими путями ходить но приходится порой а